Лолбок и Кикирей. Вырубай этот ролик, Надик, потому что он испортит твою психику. Приветствую всех друзей. Сегодня хочу рассказать вам о семье, которым довелось пережить настоящий ужас в домах с призраками и демонами. Если вам интересна данная тематика «Паранормальные явления», тогда подписывайтесь на мой канал и давайте узнаем об этом паранормальном феномене. Люди обожают рассказы и фильмы о призраках, демонах, вампирах и прочей нечисти. Но если нечто подобное происходит в реальной жизни, это совсем не смешно. Эти семьи были изгнаны из собственных домов, оставив после себя наследство чистого страха. Семья Смерлов Когда Джанет и Джек Смерл впервые переехали в семейный дом на Чей-стрит в Уэст-Питсоне, в Пенсильване, они знали, что стоит много работы. Собственность требовала перекраски и ремонт. Но они не знали, что ремонт будет наименьший из их проблем. В течение 13 лет их мучили призраки, которые преследовали это место. Джанет также полагалось, что во сне ее преследовал демон. А Джек сказал, что на него напала неизвестная сила, когда он смотрел бейсбольный матч по телевизору. Они также стали свидетелем того, как семейную собаку жестоко бросили в стену. Демонологи Эд и Лорейн Уэрен определили четырех призраков на объекте. Безвредную старуху, жестокую молодую девушку, мужчину, которого умер в доме. И демона, который контролировал трех других духов. В 1987-м супруги решили, что с них довольны и покинули свой дом без намерения возвращаться. Семья Перрен Реальное преследование семьи Перрен было настолько ужасающе, что вдохновилось создателя фильма ужасов 2013 года. Заклинание В 1970-м году Кэролайн и Роджер Перрен вместе со своими пяти маленькими детьми переехали в фермерский дом на Рот-Алленде, известный как старое поместье Арнольд, построенное в 1737 году. Предыдущий житель дал ему холодное предупреждение. «Ради вашей семьи не гасите свет по ночам». Беспорядки начались практически сразу. Кэролайн была разбудлена посреди ночи призраком старой седой леди по имени Версавия. Дети видели дух маленького мальчика, который они ласково называли Мэнь. Он наблюдал за ними через окна, когда они играли на улице. Затем были злые духи, которые бросали их с кровати, тянули за ноги и наполняли дом запахом гниющей плоти. По сей день семья Перренов изо всех сил пытается говорить о том, что произошло. Андрея Перрен теперь уже взрослая женщина. Казалось, что в доме был очень плохой мужской дух. И призраки пяти маленьких девочек. ПРОКЛЯТИЕ СЕМИ ЛЭМПОВ По струну в 1868 году, высомняк Лэмпа в Вентони Парке, Сент-Луис, штат Миссури, может похвастаться погребком, в который семья готовила собственное пиво. В 1901 году Уильям Лэмп был опустошён, когда его четвёртый сын Пендрик Лэмп умер от плохого состояния здоровья. В 1904 году Уильям поквачил жизнь самоубийством, а Уильям Билли Лэмп младший и унаследовал семейный бизнес. В 1920 году Эльзи Лэмп Брайт, самая младшая из детей Лэмп, застрелилась после развода. В результате семейная пивоварня была подана на аукционе после трудных времён. И Билли младший также застрелился в 1922 году. Спустя годы, в 1949 году, третий сын Чарльз Лэмп выстрелил себе в голову. Единственный выживший сын, Эдвин Лэмп, умер по естественным причинам. И его последним желанием было уничтожение каждой семейной реликвии. Особняк Лэмпа сегодня превращён в гостиницу и с рестораном. Говорят, что призрак одного из Лэмпов живёт там и по сей день. Семья Следикеров Дом Следикера стал основой книги и фильма ужасов «Призраки в Коннектикоте». В 1986 году семья Следикеров, Аллен и Кармен, их трое сыновей, дочь и две племянницы, переехали в дом в Мориден-Авеню, Сингтон, Коннектик. Осматрив новое жилище, Кармен нашла инструменты в подвале и вскоре обнаружила, что эта собственность когда-то была в похоронном бюро. Вскоре их старший сын испытал видение злых духов, и оба родители утверждали, что подвергались сексуальному насилию со стороны демона. Демонологи Эд и Лоррейн Уоррен сошлись в своем мнении, что дом Следикеров был полон призраков. С тех пор, как семья переехала без дома, больше не было никаких сообщений о каких-либо паранормальных явлениях. Особняк МакПайка Айтен в округе Мэндисон, штат Эллинойс, считается одним из самых часто посещаемых мест в Соединенных Штатах, так как многие истории о проведении преследуют этот город. Однако среди остальных выделяется одно здание – особняк МакПайка. Бизнесмен Генри МакПайк построил особняк, в 16-ти спальнями, на улице Албе, со своей семьей в 1869 году. В 1900-х годах особняк был продан Полу Ланчингеру, который раздавал комнаты постояльцам. Однако те, кто остался здесь, в школе стали слышать странные звуки, в том числе детские голоса и смех, хотя детей не было поблизости. После смерти Ланчингера в 1945 году особняк оставался пустын до 1994 года, когда Шарин и Джордж Лойтке приобрели недвижимость в качестве проекта ресторации. Вскоре Шарина замечала, что призрачные мужчины смотрят на нее из окна. Другие беспорядки сферы, попадающие на камеру, и двери из тяжелого металла, открывающиеся сами по себе. Охотники за призренькими подтвердили, что самая паранормальная активная комната в доме – это винный погреб. Особняк Спрэк В середине 1800-х годах Люси Чейс Спрэк потеряла свое состояние и вымерла без гроша в особняке Спрэк на Крэнстон-стрит в Крэнстоне, штат Рот-Атленде. В 1967 году Роберт и Виола Линч переехали в особняк с 28 спальнями, в которой была своя собственная жуткая кукольная комната. В конце 1960-х годов ночной сторож Боб Линч, младший и несколько его друзей, используя самодельную спиритическую доску, связались с призраком, который сказал «Расскажи мою историю». Другим существом, который сейчас посещает это место, является призрак по имени Амос Праг, тело которого было обнаружено забитым до смерти недалеко от дома в 1843 году. Минный погреб также является местом паранормальной активности, в том числе шаров и необъяснимых огней. Эксперты обнаружили еще кое-что интересное. Куклы в этом доме двигались сами собой. Иногда, оказывается, не там, где их оставили. Семья Утс. 13 ноября 1974 года в Оушен-Райф-112 Амати-Виль, Лонг-Алленд, Рональд Буч, Нодофея, младший, убил своих родителей. Двух братьев и двух сестер из винтовки 35-го калибра. Когда они мирно спали в своих кроватях, Буч утверждал, что его мучили голоса, которые приказывали ему убить его семью. Год спустя Джордж и Кэтлин Латс переехали в дом Амати-Вилья с тремя детьми, купив недвижимость пятью спальнями по очень низкой цене. Джордж, как сообщается, затем начал просыпаться в 3.15 утра каждый день, примерно в то время, когда Буч убил свою семью. Они также увидели свиноподобное существо с красными глазами, уставившимся из окон дома. И Джордж и Кэтлин прошли тесты на детекторе лжи о том, что они испытывали в доме. И в конце концов они сбежали. Дом Минчестеров На 525-м Южном Минчестерском бульваре Сан-Хосе, Калифорнии находится Минчестерский дом, который был построен в 1884 году. После смерти ее мужа Ули Мауирта Минчестера, наследовавшей огромное богатство Сара Минчестер, обратилась за помощью к спиритуалисту, чтобы справиться со своим горем. Сара также потеряла свою единственную дочь, когда ей было всего шесть недель. Спиритуалист предупредил Сару, что она была проклята, и посоветовал ей построить дом для себя и для своих духов. Говорит, что речь шла о тех, кто был убит винтовкой Минчестера. Сара продала свой дом в Нью-Хевене, штат Коннектик, и начала работу на Минчестер-Хаосе. Каждый день в течение 38 лет Сара продолжала строить. Дом состоял из 160 комнат, в нем было 47 каминов, а также секретные проходы и лестницы, которые ведут в никуда. Подобный лабиринт в особняк привлекает специалиста по паранормальным явлениям со всего мира, потому что на протяжении всей истории в нем происходили странные вещи. Если вам интересна данная тема о паранормальных явлениях, то советую вам посмотреть видео на моем канале, где я подробно рассказываю о них. Отважились ли вы побывать в одном из домов, населенных призраками? А может вам доводилось пережить подобное приключение? Друзья, а вы что-нибудь слышали об этом? Расскажите об этом в своих комментариях. Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы пропустить все новинки на канале. А также, если вам нравится данная тематика, нажмите лайк под видео. До скорой встречи! Димура!